Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок, меня зовут Иван Русских. И сегодня я вам расскажу про очень простую конструкцию, которую каждый у себя дома может использовать для выращивания рассады, а также для мини-огородика на подоконнике или под лампой. Для этого мне понадобится всего-то навсего вот такая вот бутылка, с которой каждый знаком, кусочек клопчатобумажной или другой натуральной ткани и несколько отрезков ткани, сейчас я расскажу какой. Суть этого эквипмента состоит в том, что банку необходимо обрезать, вот в эту часть будет насыпаться земля и будут высеваться семена. Для того, чтобы обеспечить почву постоянным потоком влаги, вот сюда, в это отверстие, мы должны протянуть несколько фитильков. Как правило, 3-4 фитилька достаточно. Протягиваем, укладываем и равномерно распределяем. Подтягиваем их внутрь так, чтобы они не вылазили. И были распределены достаточно равномерно. После того, как мы распределили наши фитильки, нам необходимо закрыть вот такой вот тряпицей и заполнить наш парничок землей. Как следует уплотнить. Все, что лишнее, все необходимо просто будет обрезать ножницами. В чем суть работы данного приспособления? Когда вы наливаете сюда воду, а вы налить воду можете вот до сих пор, по вот этим фитилькам вода подтягивается вверх и обеспечивает наше растение необходимой влагой. Почва пропитывается ровно настолько, насколько это необходимо растению. Какие преимущества дает вот вся эта конструкция? Самое главное преимущество это то, что мы не осуществляем верхний полив. Зачастую именно верхний полив является источником инфекции рассады, потому что капельки попадают на листики, брызги попадают с почвы на листики, и как раз почва может являться источником инфекции, и у нас получается неудача с рассадой. Кроме того, вы можете налить сюда достаточное количество воды, и в случае, если вам необходимо отлучиться куда-то, но вы не будете беспокоиться о том, что если вы сеете рассаду вот в такую вот небольшую плошку, если у вас рассада уже выросла достаточно высоко, и вот уже скоро-скоро-скоро требует пересадки, то вам ее иногда приходится поливать и два раза в день, потому что вы полили, она стоит буквально в воде, она перелита и, соответственно, рассада не очень хорошо себя чувствует, а после этого она пересыхает и опять же страдает от недостатка влаги. Кроме того, такая конструкция позволяет нам снизить риск образованию рассады ленивых корней. Что это означает? Ведь в норме влага поступает как сверху с осадками, так и снизу из почвенного влажного горизонта. И если мы нашу рассаду все время держим в благоприятных условиях, мы все время ее поливаем, и у нее формируется ленивая корневая система. Корневая система не растет как следует вниз, а ведь это является залогом успеха и нашего урожая. Когда мы обеспечиваем подсасывание влаги снизу, источник влаги у нас находится не сверху, когда мы поливаем, а снизу. Поэтому рост корней будет направлен, вниз будет формироваться сильная, мощная корневая система рассадок. Вы можете наливать сюда не только воду, вы можете наливать сюда также и те питательные растворы, регулировать концентрацию этих растворов и обеспечивать постоянное содержание небольшой концентрации питательных веществ в этом растворе, а не заниматься подкормками. Когда вы однократно вносите высокие дозы удобрений, потом все время поливаете водой, потом снова вносите высокие дозы удобрений. Вот постепенное такое поступление этих доз удобрений является наиболее выгодным. Что касается фитилька, вот критическим моментом данной конструкции является фитилек, потому что он должен обладать достаточным уровнем обеспечения подтягивания влаги, то есть должен обеспечивать нормальную капиллярную силу. Вот мы здесь испытали несколько типов фитильков. Мы взяли обычную хлопчатую бумажную ткань, синтетическую ткань с небольшим количеством махры, полусинтетическую трикотажную ткань, вискозную ткань, а также флизовую ткань. Вот по результатам вот этого нашего испытания флизовая ткань подтягивает влагу лучше всего. Вода прям стекает отсюда, течет потоком. Также хорошие результаты показывает и полусинтетическая трикотажная ткань. Совершенно для фитилька не годятся ни спонбонд, ни какие-то другие материалы, которые не имеют, так сказать, хороших, хорошо видных волокон, которые располагаются в одном направлении. Поэтому спонбонд, например, для этой цели использовать нельзя. Но я думаю, что у каждого в домашнем хозяйстве найдется кусочек такой вот ткани, ненужных каких-то обрезков от старых вещей, и вы можете приспособить это для создания вот такой вот очень простой, но очень эффективной конструкции. После того, как вы сделали эту конструкцию, залили ее водой, вам необходимо оставить ее на 1-2 дня, для того, чтобы почва в достаточной степени пропиталась влагой, чтобы сформировались здесь капилляры внутри почвы, чтобы почва была достаточно обеспечена влагой. После этого вы проделываете бороздки, либо высеваете семена в бороздки, либо рассыпаете семена равномерно по поверхности. Так можно посеять петунию, томаты, перцы, ну все остальные культуры, которые необходимо выращивать с рассадой, или создать мини-парничок для выращивания зелени. Вы можете посадить руколу, ранние салаты, даже лучок-сивок. Если хотите, вы можете вырезать еще одну такую половинку бутылки и накрывать ее сверху для создания более таких парниковых, более тепличных условий. А я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что такое очень простое приспособление пригодится вам для выращивания вашей рассады. Подписывайтесь на канал Процветок, нажимайте колокольчик, нажимайте на красную кнопку внизу этого видео и надеюсь на наши с вами будущие встречи.